всем привет у нас сегодня покупки косметики большую уходовой немножко у нас декоративки будет все таки у меня наверное декоративки побольше чем уходовой косметики так по поводу кремиков я купила себе дневной крем это фирма ren покупала в сифоле в турции вообще хочу марку ren порекомендовать это хороший middle class средний сегмент в плане ну ценовой тут не супер люкс не какая-то там да и ну и не супер дешевая состава у них хорошие мне вообще аллергия на витамин c к сожалению как показала практика и у них но у ren есть классная линейка у кого нет аллергии на витамин c с витамином c оранжевая тут полосочка была бы не зеленая у них очень крутая в такой же помпе маска с витамином c она мне кстати раньше подходила думаю даже я повторить почему аллергии нет но вот крем с витамином c линейку я их пробовала тоник у ren кстати кислотный у них очень хорошие кислоты с витамином c направление кому интересно посмотрите кто такое любит на зиму это вообще cruelty free веганская косметика американский бренд тут даже вот зайчик нарисован все с экологично скажем так без вреда для животных мне нравится у них большинство от попы короче говоря есть не попадает туда кислород ну здесь обычно вот эта упаковка у них и маски и кремы и ночной крем у них вот в такой помпе плюсы и минусы этот крем у меня он такой питательный неплохой на летний период на комбинированную склонную больше к сухости кожи такой жирноватенький на лето я бы какой-нибудь аква крем да типа гелевый бы какой-то по как бы себе как приобрела но короче купила то что купила что у меня тестеры есть ночной и дневной мне очень нравится особенно очень хорошо мне крем заходит когда летом после загара кожа такая сухая немножко знаете измажженная скажем так суховатая да очень хорошо на после загара время я дневным и вечером и днем и ночью всегда мазалась короче дневной этот крем называется он рэн клин скинкер эвер калм глобал протекшн дэй крем глобальная защита 50 миллилитров мне очень нравится что здесь не попадает воздух поэтому если я где-то отложу чуть попозже буду пользоваться или там на другое что-то перейду но может быть если я почувствую что очень жирно летом будет я куплю еще и гелевой текстуры какой-то крем попроще что поры не забивал то есть он мне не будет сильно пропадать мне здесь не охватает какой-нибудь конечно клёвая люксовой дорогой отдушке он практически ничем не пахнет пахнет каким-то таким просто обычным каким-то кремом недорогой запах у него не очень не то что неприятный отталкиваешь просто никакой если бы была дорогая кстати люксовая отдушка цены бы не было этого крема но про отдушку и аллергии всякие этаж у нас cruelty free поэтому неудивительно что здесь нет каких-то вообще этой линии у этой косметики рэн нет супер отдушек вообще максимально нейтральная вся эта история возможно из-за тестирования на животных что ее нет этого тестирования извините его нет соответственно и запахи какие-то отдушки там не добавлены следующая покупка крем для зоны вокруг глаз у меня вот такая коробочка это я купила пай тоже vegan cruelty вся история с зайчиками это эйдж конфиденц типа антивозрастной крем для контура глаз мне нравится у них такая коробочка гробик упа я раньше пробовала всякие миниатюрки у меня много чего было всяких миниатюр но полноразмерный первый раз я у них покупку делал тоже турецкая сифора вот такой гробик для крема прикольный кстати такую упаковку раньше не встречала и тут внутри все что-то еще написано что для чего как пользоваться в общем стандартный обычный на самом деле крем для зоны вокруг глаз опять же мою когда я выбирала крем у меня закончился тот который нельзя купить в турции в предыдущих покупках видео оставлю ссылку под видео ссылку на прошлую покупки крем был для зоны вокруг глаз очень крутой него здесь турции нету в америке вот пай короче есть в общем что у нас папай упаковка опять же помпа мне это нравится выдавливается не очень много прям такая тоненькая-тоненькая змейка ее реально хватает на оба глаза аромат вообще отсутствует вообще ничем не пахнет но опять потому что же это все cruelty free такое это такой легкий 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 максимально легкий крем без какого-либо жирного эффекта почему мне такие жирные эффекты не подходят у меня ощущение потом когда нанесу что у меня глаза залипают пленка на глазах какая-то жир хочется проморгаться иногда какие-то слезы выделения из глаз начинаются когда у меня промасла раньше вокруг глаз поиспользовала эффект конечно классный но очень некомфортно для глаз поэтому я выбираю такой кремик но не прям гелевые истории тоже не очень мне подходит они вообще ничего не делают в общем даже сейчас на руке не липкий приятный мягкий эффект в общем это хороший крем ни о чем не за завода крем ни о чем ничего супер не сделает чудес не творит если вас супер тонкая много например машинок такая уставшая кожа вокруг глаз вам эта история не подойдет это для молодой кожи или не требующие увлажнения питания особого она есть но в меру вот как я кто не любит какую-то жирность или тоже налево вот удобная история неплохое средство куплю ли еще раз я сомневаюсь оно неплохое но я поищу что-то получше например до следующий раз попробую что-то другое на самом деле я выбирала между ним второе вот мне в покупку пробник положили это ланеж сейчас про него расскажу между шанель и ланком шанель и не стала покупать потому что отзывы были но никакие просто обычный крем номер ван который если у кого-то есть или было напишите как вам может быть в следующий раз куплю но я супер каких-то отзывов чтобы они прям классные были не нашла поэтому не стала покупать я всегда опираюсь на какие-то рекомендации отзывы не хочется разочаровываться скорее всего отзывов нет хороших это будет разочарование типа ничего особенного и у ланком вышел новый крем такой фиолетовые баночки тоже для глаз я знала точно я сразу почитала текстуры все прочее и у меня уже были их крема не дневной от ланком вот только закончился я поняла что просто но будет даже вноватый ну обычный жирноватый крем пожирнее чем этот а так как лето вблизи я вот купила что такое попроще не супер жирная и вот от ланеж стоит такой я вообще раньше смотрел даже меня в корзине был я думал его сразу приобрести это ланеж waterbank blue и роник гель мустер мустерайзер крем здесь это гель для зоны вокруг глаз и у него очень маленькие частички здесь есть если вам видно точечки которые при смешивании лопаются и такое ощущение это прям чистый гель ощущение водички невесомости никакого жира ничего привет это реальный крем прямо на лето но когда ты его наносишь под глазами все равно остается вот это плампенький эффект то есть ощущение что у тебя здесь упругость кожи потому что вот эта гелевая основа и ощущение эти пальцы вообще не тонут в ни в каком журу естественно в каком креме а ощущение они как отскакивают от кожи это больше я бы назвала крем такой защитный на самом деле на лето то есть когда ты уток наносишь с утра и вечером можно какой-то другой попитательный дай но солнце вот все все равно эти все факторы внешние среды раздражающие вот ощущение что вы хочется с утра нанести защитить свою зону вокруг глаз не скатывается на нем косметика по крайней мере я пока что ничего такого не заметила критичного неплохой крем на лето в самый раз абсолютно достойный соперник вот этому крему пай просто них разная текстура это гель а это крем вот и все но суть одна и та же вот этот более защищающий больше вот этот плампенький эффект как будто ощущение как упругости кожи и в принципе все гелевые крема которые мне раньше были для зоны вокруг глаз не все это делают неплохое классное средство я бы рекомендовала кто думал купить или нет к нему присматривался попробуйте но опять скажу супер не увлажняет это не для какой не возрастной кожи не для морщинок не супер питания это просто приятное использование поддержания того что у тебя сейчас есть но потихоньку переходим дальше опять же история кремиков в прозапас купила биби крем от эрбориан здесь все форе потому что это оттенок клэр вот он наш стандартный у меня он есть я уже заканчиваю летают у меня просто в путь мне очень нравится спасибо всем кто мне его подписчицы советовали купила я по вашим рекомендациям когда-то еще год-два назад я прям слушал мне много раз написали что подойдет для склонной жирности кожи всю зиму им пропользовалась это просто у меня в очередной в запас потому что все форси наши турецкая с оттенками туго я купила в светлом оттенке когда он только появился сейчас до сих пор они все еще есть в наличии если кому-то надо было вот еще есть не все раскупили с светлыми оттенками у нас проблема один минус есть у этого си си биби крема ну одна фигня в общем пи си си биби куст эффект один и тот же а мне здесь не хватает естественно стойкости но это окей это биби крем какая-то стойкость мне в нем не хватает спф защиты для турции здесь написано что спф здесь всего лишь 20 для нас это очень мало в летний период но оттенок очень хорош если было бы спф побольше было бы все замечательно и на лето но видимо блин не судьба поэтому я планирую какие-то зоны там особенно где пигментные пятна бывают просто спф наносить я еще кстати не купила свеженький на это лето еще посмотрите что покупать не выбрала и вот этот биби крем но вообще летом на спф я и наношу спф и просто на самом деле тональный крем в пудре он лучше всего подходит вот это вот вся история очень сильно текет вы именно в нашу жару поэтому я вообще стараюсь в принципе минимально пользоваться я использую основном плотные пудры или тональный крем пудры это у меня фэнти бьюти с прошлого года я вам уже показывала далее кремовым текстурам приобрела я думаю в покупках заказ файлбриса видели это у меня такой кремообразный контур от шик от стенок номер один перфект крем контур рефил я купила даже не полную эту упаковку с закрывашкой потому что я особо надежды не возлагала чист попробовать интересно было очень хороший отзыв в интернете вообще расскажу хочу отметить мне сразу ощущение коробка это чистая упаковка у dior такая же им именно прям у них есть парфюм dior miss dior такая популярная как назовем нежнятина компотик парфюм у него тоже есть кстати вот эта упаковка чисто вот эта коробка этого парфюма ну в принципе упаковка dior один в один внизу такая же блестящая красивый этот дорогой приятный картон здесь у нас идет рефил в баночке я в нем хранить и буду даже упаковку покупать не буду с крышечкой еще думал купить не буду здесь у нас и надо эту историю приклеить по оттенку сейчас расскажу оттенок кажется да такой темный хороший но на самом деле желтит будем честны это я бы назвала все таки это не скульптор контур да а я бы это назвала все таки бронзер бронзатор и так далее возможно он будет не таким желтым когда будет прям загорелая темная кожа я имею ввиду на солнце вот мне до блондинистый мне она будет конечно по цене я им использовала его но его особо не видно хорошо тушуется я его даже постоянно его хочется добавить везде какой вывод вообще хочу сделать по этому продукту смотрите если у вас нет доступа к контуру бронзера называется на самом деле контур еще темнее чем этот у фэнти бьюти кремовый то это классный аналог и дешевле гораздо что-то рефил я что-то там до 1000 рублей купил там 900 или что-то такое да а фэнти бьюти гораздо дороже стоит но если у вас есть доступ вы видите поживете в турции вот это заказывать вам или привозить из россии не надо будет потому что купите просто себе контур или бронзер как он называется фэнти бьюти темный там оттенков потому что у них всегда 50 оттенков и тональников все прочее они на американский рынок направлены у них там и афра и все прочее то есть найти темный хороший землистый контур от фэнти плотный очень легко у них и стики есть но стики они более рыжие имейте ввиду а вот который шайбочки круглую фэнти можно найти очень холодный можно коричневый там вообще выбор очень большой то есть вам вот эта штука не нужно будет потому что у вас есть в доступе фэнти если вы в турции за границей это еще лучше если доступа нет это классный аналог но если мы прям берем идеал это не идеальное средство его надо довольно таки немало очень сильно мне даже сейчас кожа не загорелая но мне надо прям побольше он очень это плюс он не ставит супер пятен его можно легко хорошо растушевать на коже не будет видно тень реально дает но поинтереснее тень более холодная не такая рыжая опять же скажу это кевин о кон сухой текстуры medium и light оттенок контуринга это самый лучший сухих вообще но мы так как текстура то есть но эффект на коже очень похожий я так скажу из недорогих не могу назвать это прям бюджетное средство сколько косметика стоит можно и называть но не бюджет на средний класс да не супер что-то круто дорогое неплохая штука если у вас есть фэнти ниже это вам не надо покупать это одно и то же фактически оттенок только немножко другое текстура на фэнти очень похожи это прям ближний аналог я бы сказала нет прям уж скопирована я не буду говорить но очень очень приближенная прям но подешевле кстати так что выводы делайте сами кому что нравится неплохое средство я довольно осталось покупкой буду пользоваться вы тоже в покупках там видели люкс визаж карандаш у меня номер 100 это карандаш который надо точить деревянный я сразу скажу не хочу обидеть те кто любит эту марку или девочек тоже живет в белоруссии я хорошо отношусь белорусской косметики но вот этот именно карандаш в размере 100 мне не понравился он хорошо в принципе рисует он сухой я прям для хорошего надавливания это делать сегодня у меня брови им оформлено оттенок неплохой но рыжеватый не супер холодная и найти по холоднее есть и получше и вот у того же люкс визаж но автоматические карандаши гораздо лучше оттенки линейка другая там есть оттенок мой любимый taupe он очень холодный приятный просто идеальный даже блонд оттенок такой желтоватый светлый такой но короче они все более мягкие более кремовые легче рисуются прям ну суперские короче без проблем раз раз волосинки прорисовать или большие площади это вообще не важно вот эта история не очень он прям твердый надо надавливать даже где-то жалмается грифель я никогда его не повторю то есть я все равно остаюсь что бюджет самые лучшие карандаши автоматически о люкс визаж но не такие строгательные и вот еще хотел нашла классную альтернативу я вам оставлю ссылку заказывала просто роддом на из поиска на вайлберис или по каким-то предложенным там ощущением офигенный карандаш так я сейчас пытаюсь а мы midnight cool номер один кстати мне кажется это какой-то корейский скорее всего или китайский карандаш он был очень бюджетный дешевый и что-то потому что на иероглифах а то что написано midnight cool это оттенок 01 midnight cool это даже здесь нет названия самой фирмы нигде мне привлекла его кислотная упаковка он очень тонкий офигенный карандаш к сожалению где я покупала этого продавца его нет я вам кину ссылку может вы на озоне где-то еще найдете ли и мне тоже присылайте мне самой интересной я бы повторила не одну покупку что копейки стоил а оттенок сейчас вы увидите офигеете он очень тонко рисует смотрите просто как царапки очень холодный здесь я прям постараюсь побольше видите офигенный ним классно прорисовывать прям полосочки тоненькие аккуратные и многие много каких-то пространств закрашивать он очень хорошо рисует при этом он не твердый и не супер мягкий не ломается и короче не растекается это супер-супер находка очень крутой карандаш но его блин нигде нет я бы еще штук 10 таких заказала но не судьба так повторила я свою покупку анастасия beverly hills и люкс визаж опять же у нас средства для бровей давайте сначала с настики начнем вообще расскажу эту трагичную историю у меня шайбочка закончилась это новое я уже начала и пользоваться видимо там уже пошкрябана немножко прекрасное средство я бы это сравнила знаете если вам ламинируют брови есть такой первый этап когда вам фиксируют ваши брови форме которую нужно заламинировать специальным клеем для бровей вот это здесь намешено сто процентов здесь это средство есть но реально очень классно вот сегодня бровь у меня оформлена именно анастасии разделены реснички застывает моментально прекрасно супер но можно разложить хорошо форму держится весь день там даже смыть порой трудно минус снимает за собой вместе снимает очень много если вы пользуясь карандашом и пудру вообще все с ними то есть снимает за собой средство тонирующее которое было на бровях карандаш там и либо помадку и так далее минусы правая бровь у меня сегодня эксперимента люкс визаж который 12 часов супер фиксация они очень мне показались похожими даже своим ароматом они реально похожи просто это такой жидкий формат в тюбике но минусы а вот это средство от люкс визаж оно не так сильно разделяет волосинки оно больше общей массой ложится им проще расчесать где-то при такую форму но оно не так все-таки хорошо фиксирует как вот эта шайба от анастасии beverly hills это броу фриз называется да стайлинг вакс второй раз покупаю хватило мне на пять месяцев то есть расход кстати не маленькой этой штуки идет и так как я такая думаю у меня вообще на самом деле сломалась кисточка анастасия beverly hills для бровей вот она она у меня номер 12 номер 12 она у меня прожила очень много лет не могу точно сказать сколько мы лет 6 точно ежедневного применения использования представляете вот эта сторона еще покажу вам мне не нравилась вот эта сторона и мало пользовалась для прорисовки именно этой как она называется забыла слова не пудра не вакс а помадка для бровей она очень жесткая кисточка она прям хорошо в принципе рисует много средства набирала ну и сама помадка жесткая у нее реально эта кисточка и это у вакс вот это да и помадка они созданы эти средства для друг для друга это логично что должен их вместе покупать она вместе работает короче у меня начали выпадать вот здесь волосинки потому что вы видите пучок сразу вырвался потому что каждый раз я каждый день мыла после вот этого средства кисточку она очень сильно она заслепает второй раз реально попользоваться уже не получится каждый надо каждый раз ее мыть не начали выпадать эти волосинки плюс я это постоянно так сгибала когда заканчивалось средство надо как-то там баночку подковыривать я вот так согнутым вариантом пользовалась в общем короче время пришло я ее до канала я такая думаю ну пойду куплю какую-то дешевую купила турецкую обычную магазине gratis фирма liquid это польская просто кисточка с наконечником короче фигня полная она слишком она была самая твердая из всех представленных в магазине не такая твердая как это короче тоже фигня на все гнется плохо набирает короче нет нет я поняла что мне придется покупать кисточку все-таки от анастасии беверли пил фил анастасии беверли хилл снова взять взяла 14 почему 14 что было 12 они очень сильно похожи они идентичные фактически но разница какая кисточки разные вот кажется визуально что-то пошире но при этом 12 она да поуже но она как бы чуть-чуть помягче а это более дубовая не в принципе этой стороной редко пользуюсь я пользуюсь карандашами а не использую помадку я на самом деле из-за вот этой твердой жестко она просто как ёршик очень жестко и конечно ей самый лучший вариант этой кисточкой набирать вот эту ваксу для бровей вот это средство вот такие у меня покупки были спасибо всем за внимание жду ваших комментариев ссылки какие-то на какие-то средства чем вы пользуетесь очень сильно прям с удовольствием чем-то еще попользуюсь ваших рекомендаций в инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал новости о Турции и почта моя для записи на индивидуальной консультации с психологом если вы заинтересованы спасибо за внимание скоро увидимся всем пока